Большой привет всем зрителям моего канала! Меня зовут Яна, я сегодня снова хочу поговорить с про осень. В первую очередь хочу поздравить всех причастных, малопричастных и вообще всех с первым сентября. Я как бывший учитель стрепетом вспоминаю этот праздник общей беды. И, в общем, всем, кому это актуально, сил, терпения и всяческих успехов. Значит, что я сегодня хочу вам рассказать. План у меня такой. Я хочу вас, у которых, у большинства из вас же начинается осень, я хочу вас зарядить на осенней вышивке, чтобы вы потом, соответственно, заряжали меня на осенней вышивке, потому что у меня, как вы понимаете, скоро начнется, через три недели начнется весна. Но ежегодно так случается, что я, глядя на многие осенние вышивки, осенние процессы, большинство все плушали все-таки, что-то сезонное вышивают. Дизайнеры делают очень классные схемы осенней. И вот меня это все вдохновляет на то, чтобы взять и вне сезона, можно сказать, повышевать немного осеннее. Цветочные схемы мы посмотрели в предыдущей серии. Я рассказала, какие у меня цветочные планы, сезонные для меня. Ну, а теперь давайте посмотрим... Во-первых, я хочу показать все мои уже готовые осенние работы. Мы видим, что их, кстати, не так уж и много. Хотя я говорю, что да, очень люблю осень, люблю осень, но у меня эта любовь появилась относительно недавно. Поэтому таких вот прям осенних работ у меня... Ну, относительно, немного сейчас мы их посчитаем. Причем три-четыре из них вообще этого года. В этом году я начала очень много работ. Я не буду их все показывать, потому что есть отдельная серия, где я показала все свои начатые работы, зачем повторяться. Я покажу только то, что я собираюсь продолжить именно вот в этот, ну, для вас осенний, для меня не особо осенний сезон. И покажу то, что я хочу начать. Покажу несколько, совсем немножечко схем, которые вот буквально успели к этому моменту либо выйти, либо вот в разработке. Я жду не дождусь. И, может быть, покажу какие-то схемы, которые я давно эти осенние схемы хочу, но все что-то как-то до них не доходит дело. Ну, и давайте, наверное, начнем, может быть, с самого интересного. Какие вообще осенние работы у меня уже были? Мы их кратенько посмотрим. И часть из них это те работы, которые я уже показывала в этом году. Значит, вот у меня Бескорнюха. Там, значит, лисы бешеные. Вот. Вышивала я ее, кстати, по-моему, еще не начался осенний сезон, а вот заканчивала я уже когда. Сшивала, перешивала, потому что я плохо ее набила. Ну, вот сейчас, мне кажется, вполне себе, да? Значит, бисер здесь по ключу. Единственное, что здесь не по ключу, это металлик. Не знаю, вам видно его или нет. Я немножко другой взяла. И линия сшива. Там была, по-моему, по ключу какая-то желтоватая, а я сделала коричневенькой в цвет, тем же цветом, которым делается бэк. Листочки я здесь рандомно, в общем-то, ну, что нашла, то и прицепила в серединку. Ну, и в целом, ну, они немножечко бы их поменьше, было бы вообще идеально. Значит, это вот первая у меня такая вышитая работа. Еще у меня был малюточка, шмелек Луи. Осенний схема называется «Чаек». И вот если все-таки выйдет в этом году схема с тыквой, где он в тыкве читает книгу, я обязательно ее вышью. Но пока дизайнер не начала вроде ее рисовать, я никаких новостей не видела. Вообще, в этой серии есть еще осенние сюжеты. Есть, где вяжет шмелек Луи. Там тоже, в общем-то, осенние листва. И это вполне осенняя схема. Ну, свинишка у меня тоже есть, но я не считаю, что она осенняя. Она вполне такая, можно сказать, межсезонная в любое время года. В принципе, можно сесть и в уютных тапках попить винишка. Значит, еще схемы именно, вернее, финиши именно этого года. Чудесные тыквы. Я знаю, что многих они покорили тоже. Это тыквы от Марии Боровко. Вышивала я ее на песочной Еве. Если нужен именно номер артикула, напишите. Я поищу какой-то номер. Мне очень нравится. Я видела отшивы еще на более темном цвете. Тоже очень классно получается. Шикарные тыквы. Мои любимые, кстати говоря, вот эти вот малюточки оранжевенькие. Они прям вообще переливаются, переливаются. Прям совсем 3D-шные. Ну, просто шикарные. Больше всего я, кстати говоря, мучилась вот с зеленой тыквой. Там больше каких-то, ну, не одиночку, больше разброс. Синяя вообще просто песня. Вот эти вот маленькие, которые желто-зеленые, рыжие. Все очень здорово шло. Сама большая рыжая я ее оставила на финал. Она тоже очень классный и быстро идет. А вот зеленый я немножечко помучилась. Помню, что даже немножечко откладывала работу из-за того, что подустала. Еще в этом году у меня была осенняя схема, тоже, за которую многие болели, чтобы я ее все-таки закончила. Потому что я там страдала, мучилась. Это Ксения Глушковой схема орешки для белочки. Чего я там мучилась? Там были и одиночки, и достаточно частая смена нити есть. И крест в две и в одну нить. И вот в одну нить я не всегда понимала, зачем это нужно. Сама белка очень-очень шахматный хвост у нее. Ну, вообще она в целом. Ну, хвост, по-моему, самый шахматный. Вот. И много-много бэкстича. С бэкстичем все нормально, кстати. На бэкстиче я прям отдыхала, потому что крестики меня выматывали куда больше. Но мне кажется, она очень классная получилась. В итоге безумно нравится. Я ее пока, как вы видите, не оформила, хотя хотелось бы. И она мне очень-очень нравится. К сожалению, сейчас Ксения подзабросила свою группу. И ВКонтакте, и в запрещенной соцсети. Для многих тоже ее нет. Вернее, как бы она там появляется в каких-то личных аккаунтах, а вот на группу времени нет. Поэтому купить ее схему затруднительно, скажем так. То есть можно написать и надеяться, что она когда-нибудь ответит. Вообще у нее группа закрытая, поэтому если вы там не в группе, то, возможно, вам и не ответят никогда. В общем, если будут какие-то новости по ее возвращению, я, конечно, если вам интересно, пишите. Я просто знаю, что девчонки мне писали, спрашивают, что где, когда и как. Так, значит, еще у меня есть все остальные схемы осенней у меня прошлых лет. Значит, у меня были три работы от Анны Петуновой с гусиками. Вообще их там, по-моему, шесть, но я вышла три. Вот гуськи у камина вяжущие, видите, вышивающие, да? Вышивающие очень классные, тыквы там наверху прям безумно нравятся. Мне есть идея по поводу оформления, поэтому я их вот уже разрезала. Это вот шипоголики. Это прошлогодняя, по-моему, история. Под зонтом чудесные. Вот я недавно их разрезала, поэтому они у меня тут немножечко прям лен и на Белфасте вышивала. И прям сыпется жутко, надо срочно оформлять. Ну, по крайней мере, пытаться сделать то, что я хочу. Очень классные гусики. Они, конечно, там малюточки, но я прям получила удовольствие, вышивая их. На последних, наверное, я подустала. Последние были, кстати, шипоголики. Вот который с камином, который самый большой, по-моему, из них. Он вообще прям идеально шел. Девочки-мальчики, безумно извиняюсь за лающуюся собаку, но, к сожалению, у меня не будет совершенно возможности снять видео в другое какое-то время, ждать, когда она дождется свою хозяйку. Я, к сожалению, не могу. Значит, еще одна небольшая осенняя схема, которая просто... Мне кажется, ее достаточно много вышивали, но она как-то быстро отогремела. Но она очень классная, мне она очень нравится. И я прям подумываю, что ее надо оформить, как сезонную периодически вывешивать. Ну, или выставлять. Это тыква от Надежды Маштаковой. Если я ничего не буду. Ну, вроде да. От Надежды Маштаковой. Очень-очень классная. Вышивалась вообще на одном дыхании, по-моему. Она очень вообще... Ну, прям идеал тыквы. Идеальная тыква. И улиточка это тоже очень классная. И вот эти усики. Ну, мне безумно нравятся переходы цвета. Вообще все. Полный восторг. И она небольшая и вышивается просто... Ну, рекомендую, если вы ее как-то пропустили и любите осеннюю тематику. Вот прям легко вышить за сезон. Ну, дальше две мои самые-самые любимые осенние работы. Одна прошлого года. Вы ее, возможно, уже видели в итогах 2021 года. Дизайнер не очень известный. Поэтому... Ну, не очень... Как это? На слуху у всех. Поэтому я напишу внизу в описании под видео, как ее зовут. Зовут ее, по-моему, Екатерина. Вот фамилию я не помню. Просто огонь-пожар. Безумно нравится. Есть еще такая же схема, но в формате квадрата. Я начинала прямо с этого букета, да. Намучилась я там с ним. Он так тяжеловато идет. Там и, кстати, бэкстич есть в одну, две и аж три нити. Но вот все остальное прям песня. Тыквы, ну, ура, вообще шли. Я их наконец оставила, но они прям вот летели. Вообще очень классно. Мне нравится. Потому что, ну, во-первых, дизайн этот я не видела больше ни у кого. Ну, вернее, его вышивали. Конечно, я следила за группой ВКонтакте этого дизайнера. Там есть, конечно, отшивы, но не могу сказать, что он очень сильно популярен был. Я, по крайней мере, особо его не встречала, но он пугает многих количеством цветов. Там что-то 60 с чем-то цветов и еще там сколько-то блендов. Это действительно пугает. Я, когда узнала про количество цветов, я тоже немножечко испугалась. Но потом поняла, что нет, мне все надо. И у меня эта схема была в виш-листе. Она, по-моему, еще не особо дешевая. В общем, я не помню, чего я ее не купила. Может быть, действительно я сомневалась по поводу все-таки цветов. Но мне ее подарила Оля. Оля, если ты меня смотришь, большой-большой тебе привет. И, ну, я, конечно, безумно рада, что, во-первых, она у меня оказалась. Во-вторых, что я ее начала. И, в-третьих, что я ее все-таки вышла, не отложила никуда. Очень классная. Просто очень-очень классная. И еще одна моя прям любимая-любимая схема. Это вообще какой-то 2020, что ли, год. Это, по-моему, последняя схема, которую я вышивала по бумаге. Это схема Юлии Золотовой. Я не помню, как она по-настоящему называется. У меня она проходила под названием упоротые лисы. Вообще просто любовь-любовь. Ну, ура, все шло. Быстро, классно. Очень они здесь классные. Все здесь классные. И эти пчелы чудесные. И это мышь летучая. Ну, да. Я в 2020 году как раз ее вышивала. Мне было очень в тему. Лисы просто гениальные. А я еще, знаете, подписана на аккаунт. Ах, господи. Этих заповедников на Камчатке. И вот там периодически бывают лисы. И фотограф очень классный. Их умудряется как-то запечатлеть. Они когда еще молодые. Они прям вообще неуловимые. Подпрыгивают. И вот они реально иногда в таких позах. Совершенно. Кажется, что совершенно это все не реально. Но нет. Они умудряются вот в таких позах прыгать, скакать и так далее. Очень классные. Очень люблю я лис. Ну, в жизни я их, к сожалению, не встречала. Чтобы сказать вам, люблю я их или не люблю вживую. Ну, я уверена, что да. Но в вышивке они мне безумно нравятся. Вообще очень, конечно, животные интересные. Я вам уже сказала, что вышивала я эту схему по бумаге. Никаких проблем у меня не было. Летело все вообще. И вот у меня запомнилось. Просто как-то она молниеносно вышилась. И мне безумно нравится, как Юля работает с оттенками. Переходы просто классные. Мне безумно нравятся рисунки девушки, по чьей иллюстрации была сделана эта схема. И раз уж мы заговорили о лисах Юлии Золотовой и девушке, не знаю ее настоящего имени, ее аккаунт я прикреплю вам в описании под этим видео. Значит, у Юлии Золотовой, ну я не знаю, может быть, на момент выхода видео уже схема будет отрисована. В общем, она начала рисовать по иллюстрации этой же девушки лису в абрикосах. Боже мой. В общем, я, естественно, записалась на этот предзаказ, потому что буду обязательно, как только выйдет, стартовать. Еще пока не думала, что там с основой делать и так далее. Но она мне безумно нравится. Во-первых, мне нравятся лисы практически все. Во-вторых, мне нравятся эти иллюстрации этой девушки практически все. В-третьих, я безумный фанат абрикосов. И как раз, наверное, когда вот начнется у нас эта весенняя пора, и я начну вместе с вами вышивать осень, наверное, здесь вы тоже будете вышивать осень, да? Начнется у нас как раз пора абрикосов, так что будет все вообще шикарно и всем. Ну, короче, мне очень нравится. Я прикреплю этот... Ну, уже прикрепила. В общем, вы видели, да? Рисунок и что готово на момент монтирования. Ссылку на Юлю Золотовую я оставлю. И прям мне точно надо. Не знаю, надо ли вам. У меня сейчас начаты несколько схем Юли Золотовой. Посмотрим... Ну, одна, там, Мастера Маргарита, это не... Все-таки я ее не отношу к осенней, хотя я начала ее осенью, там, в осенних стартах и так далее. Но все-таки она не совсем осенняя. Значит, это все мои готовые работы. Как вы видели, их не так уж много. Один из входов в Блошиный рынок, в который мы сегодня пришли посмотреть кое-что интересненькое. Так, мы пришли на Блошиный рынок. У меня есть маленькая, но тем не менее, надежда на то, что я смогу здесь найти какую-нибудь вазу. Мне нужна еще одна фраза. И вот хочу поискать, вдруг здесь есть что-нибудь подходящее. Самые интересные экспоненты, так сказать, и товары буду вам показывать. Вообще в Аргентине немало мест, где продают разное старье. Презентабельные и не очень, скажем так. Но вещи здесь действительно такие старые, отреставрированные или не отреставрированные, соседствуют с весьма современными вещами. Где тут залипла, рассматривая детали стула. Так, здесь не только мебель, но и картины, как вы видите. И вообще чего только нет. Ну, вот телефонная будка, можно приобрести. Кстати, именно в этом месте мы нашли ту самую мебель, которую вы видите у меня дома за моей спиной. Вот мы нашли человека, который нам сделал мебель на заказ. Помните моего шмелек с винишком? Я вот присматриваю себе. Что еще? Я планирую продолжить некоторые осенние работы, которые я уже начинала в другие какие-то свои периоды жизни. Давайте начнем с того, что мы относительно недавно видели в осенних стартах. Главным героем, наверное, будет Мабон. Это схема Ольги Орловой. Я давно ее не брала и скучаю по ней. Ну и плюс Мабон – это день осеннего… Чего? Равноденствия. Вот. И, как бы, двадцать первое… Ну, в зависимости от года, да, 20 сентября как раз в тему надо в сентябре повышевать, продвинуть максимально. Я думаю, что здесь будет еще фон такой гламурненький. Я думаю, что я буду вышивать бэкстич на этом участке. Дошью ей все-таки рога. И посмотрю, где смогу, по крайней мере, сделаю бэкстич. По-моему, пора ей приобрести уже все-таки краски на лице. Накрасить дамочку надо. И я думаю, что я в полукрест сюда, в фон, пока не пойду. Мне хотелось бы ее такую брутальненькую вышить, а потом уже идти в этот весьма ванильный фон. Ну, понятно, что закончить я ее, естественно, не успею, но хотелось бы немножечко продвинуть. Еще мне хотелось бы продвинуть, вот у меня из осенних стартов вот вышелся только-только маяк. Это схема Ядвинасян, по-моему, осенний грез. Не помню, как это называется у меня, она проходит под кодовым названием Усуая. Город в Аргентине, который мне напоминает вот то, что изображено на этой схеме, поэтому мне как-то вот отзывается. Я там, кстати, не была, очень хочу побывать, но вот, судя по фотографиям, видео и так далее, очень похоже должно быть. И, ну, я ее так мало продвинула, там, не по каким-то, не потому что мне не понравилось или еще что-то. Просто так сложилось, и мне хотелось бы, конечно, это немного исправить. Что еще у меня в этом году было начато без корню? Она, я не знаю, можно ли ее считать осенней, наверное, нет, но я ее почему-то считаю осенней. Вот, такой без корню, и я не закончила. Чего-то там меня утомили птички, потом меня вообще надоело, и я ее отложила. Вот, хотелось бы все-таки закончить, потому что здесь уже 60%, по-моему, готово. Я надеюсь, здесь все отстирается, потому что тут вот в заломах немножечко как-то грязноваться. Но это, по-моему, было еще до, и я взяла так вышивать. Вот, но оно там не заходит или заходит. Ну, в общем, короче, если не будет отстирываться, я уже буду думать по ситуации, что буду делать, наверное, в чем-нибудь ее там простирну в чайке. Вот, и на самом деле многие, я видела, писали, что были за продвижение из моих осенних стартов, за продвижение осеннего сэмплера от Ольги Ланкевич. Но я пока не знаю. Я же просто, если начну какой-то следующий, или у меня вот вышит, да, один элемент. Если я начну какой-то следующий элемент, мне захочется его весь полностью вышить. Несмотря на то, что схема идет прям очень-очень классно, быстро и легко, какое-то количество крестиков такое оно прилично имеет. И надо посмотреть, укладывает ли это в мои остальные планы, потому что все-таки весну никто не отменял. Цветочки, у меня там еще девушки Буха. В общем, хотелось бы продвигать осенние схемы, но не, это, без фанатизм, скажем так. Так, ладно, давайте я это потом сложу в спокойных обстоятельствах. Вот тут помимо мебели, ну и всего прочего, что я уже показала, можно на разные сервизы, например, купить там вот внутри их гораздо больше. И вот какое-то новшество, я раньше такого не видела, здесь теперь и куча растений почему-то. Раньше этого не было, и какая-то инсталляция. Так, это когда я пришла искать вазы, кажется, нашла. Ну, и я хочу друга, конечно, просто интересненько. Так, ну я тут и багет старый подберу. Посмотрите, какие богачества. В общем, я пришла искать вазу, а заливнула на старых багетах. Прям, ну, красота, мне очень-очень нравится. Все старое и пошарпанное. И надо, конечно, реставрировать, но, блин, натуральное, с историей. Короче, мне очень нравится. Обратите внимание, что заодно можно и шубку приобрести. Маркетис называет это крипи-колясочкой. Говорит, такие должны быть в фильмах ужасов. Ну, вообще, тут очень многие вещи могли бы участвовать в съемках фильмов ужасов, мне кажется. И еще у меня есть одна осенняя схема, которая не из этого сезона осенних стартов. У меня, если вдруг вы недавно на моем канале, у меня был второй сезон вышивального сериала «Осенние старты». Там вот все было посвящено максимально осенним вышивкам. У меня была осень, да, и так далее. Кстати, сегодняшние вставочки про город, в общем, они ничего общего с осенью, конечно, иметь не будут, потому что у нас, как вы понимаете, давно уже не осень. Я, значит, заговорилась немножечко это, потеряла нить. Вернемся. Еще одна работа, которую я планирую вышивать в этом году, хотя бы немножечко продвинуть, она была начата не в этом году, а, по-моему, в прошлом. В общем, когда-то она была начата. Это «Осенний замок». Если я не ошибаюсь, это схема Евгении Колесниковой. Если ошибаюсь, вы уже увидели это на ваших экранах. Значит, здесь вышло, ну, совсем немного, это там один с чем-то процентов, но это такая большая-большая простыня. Вы видите превью, и, как вы понимаете, вот вышло у меня, ну, совсем-совсем чуть-чуть, но вот хотя бы появился первый котик. Там их несколько котиков. И мне хотелось бы, конечно, она такая хэллоуинская, и я думаю, что сентябрь-октябрь посвятить этой работе по чуть-чуть было бы здорово. На этом мои осенние работы не заканчиваются. Я относительно недавно выпустила видео про мои запасы наборов. И, несмотря на то, что я как-то, ну, я спросила, да, что вы считаете, что мне нужно начать, я как-то больше думала, что многие скажут, вот там, начинай Dimensions, надо попробовать. Как-то так не пробовала. Но очень многие были за, там, карту от Паны. И я ее начну, но просто не сейчас. А дальше просто лидером был Жан Лин. Вот этот вот набор от Жан Лин. И, вы знаете, как-то вы меня вдохновили. Я думаю, действительно, что надо начинать. Сейчас. Чтобы сильно не шуршать, посмотрите, какие здесь оттенки. Ну, это просто класс-класс. Осень-осень в полной мере. И я думаю, что действительно надо начать. Здесь единственное, что достаточно много четвертей. И я, наверное, все-таки буду менять Аиду, которая идет в наборе. Но пока еще не придумала, на что я буду менять. Поэтому сегодня мы ее, естественно, не увидим. Даже не будет включения, там, через несколько дней. Мы это увидим уже в каких-то следующих сериях. Промежуточных, там, результатов до сентября и так далее. На чем, как я начну. Но начну сто процентов. Вот. Такая вот прелесть. Буду стартовать. Буду быть моим таким грандиозным еще одним осенним стартом. Ну, и давайте еще пару слов про осенние схемы. Я, естественно, в это время года особенно сильно слежу за дизайнерами. Что они там готовят. Что рисуют. Потому что, действительно, очень люблю осенние схемы. И, несмотря на то, что у меня сезон прошел. Вот, глядя я на отшивы, на отрисовку даже, вдохновляюсь. И очень-очень жду некоторые схемы. Значит, я вам уже показала схему, которую я жду от... Ну, может быть, уже на момент она и вышла. Но на момент моего рассказа пока еще нет схему от Юли Золотовой. Еще у Алиса Князь лисички. Это тоже круглая ботаника. Вот у меня уже есть мухоморы. А лисички... Значит, у нас нет грибов. Ну, в городе понятно, что таких грибов нет. И я думаю, что лисичек нет и в лесах Аргентины, там, в каких-то других регионах. Но, тем не менее, они мне нравятся. Я просто почему... Это к чему... Если вы смотрели предыдущую серию, да, то обычно схема Алиса Князь именно вот с круглой ботаникой я люблю сфотографировать с оригиналом. Ну, вот тут так не получится. Но мне очень нравятся оттенки там и в лисичках, и в мухоморах. И мне кажется, они такие, типа, как парные сюжеты. Я так говорю об этом, как будто я их оформляю куда-то вот там в фаре где-то выставляю. Но мне будет приятно иметь такие две вышитые работы. Поэтому я думаю, что лисички в моей коллекции, ну, либо появились уже, либо появятся. Еще было несколько схем, которые вышли уже осенние. Значит, вот одна, которая на превью, там, будет подписано название, потому что я-то сама уже не помню. Мне она, как это, осень в Греции, по-моему, называется. Она мне сначала как-то вот, ну, глаз, естественно, зацепился. Осень, все дела. Но мне она показалась какой-то вот перенасыщенной для меня. И все-таки по оттенкам я предпочитаю немножечко другое. Но она классная. Вот посмотреть мне понравилось. Приятно было на нее посмотреть. Но вот вышивать я не буду. Ну, мне кажется, это классная. Много лисичек рисуют. Еще у Надежды Штаковой я вам показывала тыкву от нее. У нее сейчас еще появилась тыква и, по-моему, гранаты. Ну, вот гранаты тоже, в принципе, они осенние. Но тыквы прям вот совсем. Я вам покажу. Тыквы именно. Гранаты в той же стилистике. Они классные. Я как-то вот тоже остановилась, посмотрела. Но тоже решила, что мне как-то вот с одной стороны была бы одна тыква, да, и там рисунок. Это было бы одно. А как-то их вот многовато. Я боюсь, что я заскучаю. Все-таки достаточно однообразно все. При этом не малютка. Но выглядит это прикольно. Мне понравилось. И из того, что у меня уже приобретено, я, значит, все остальные схемы осенние, которые будут выходить и цеплять меня, ну, или просто захочется обсудить, буду выкладывать в своем телеграм-канале. Ссылка опять-таки есть в описании под видео. Проходите, приходите. Будем обсуждать вместе. Может быть, вы тоже принесете какие-то ваши любимые осенние схемы или какие-то новинки осенние, которые я по какой-то причине там пропущу. Еще хочу сказать про те работы, которые, вернее про те схемы, которые у меня есть, которые я не начала в свой осенний сезон стартов. Значит, во-первых, это схема Ксении Вознесенской. У нее целая серия сезонная с колодцами. И вот осенняя схема вышла уже, когда я закончила свой осенний сезон. И несмотря на то, что я сезон закончила, тогда сказала, ладно уж, я понимала, что в этом году я обязательно начну, потому что именно этот колодец мне больше всего нравится. У меня есть все четыре колодца. И вот мои любимые – это осенний и летний. Весенний и зимний тоже классные, но вот прям совсем сердечко-всердечко именно осенний, и на втором месте летний. Поэтому осенний я обязательно начну. Ну, понятно, что, наверное, сильно продвинуть не смогу, но обязательно в ближайших сериях вы увидите старт этого колодца. Еще я хочу обязательно начать схему еще одну Юлию Золотовой, потому что один из моих любимых дизайнеров. Значит, я ее хотела начать тоже в своих осенних стартах, но что-то там как-то так получилось, что вот не сложилось. А там сезон сбора урожая, и она такая, ну, хэллоуинская. Поэтому я считаю, что начать ее сейчас, в сентябре, в октябре. Понятно, что, опять-таки, я вряд ли ее успею закончить со всеми моими грандиозными планами, но начать мне никто не помешает. Вот, и еще у меня есть в Хачушках давно уже осенние схемы. Ну, вот они сейчас вам помелькают вот тут. Все, я на них смотрю. Все, я их как-то рассматриваю, жду. Но, наверное, уже оставлю на какой-то... Ну, либо попозже начну, там, в октябре, в ноябре уж куплю и начну. Либо на следующий год посмотрим, что там и как будет. Но, вообще, я надеюсь, конечно, что кто-нибудь из вас вдохновится, будет показывать мне свои отшивы. И я как-то подуспокоюсь. Я часто говорю, да, что, когда другие люди вышивают то, что мне прям очень-очень нравится, я иногда так вот остываю и думаю, ну и ладно, мне либо вообще тогда не надо, либо пока не надо. Это не всегда и не со всеми схемами работает, но, тем не менее, вот такое тоже случается. В общем, у меня вот такие примерно осенние планы. Я повторюсь еще раз, наверное, очень-очень я люблю осенние схемы, вообще осеннюю тематику вышивки, хотя саму осень я не очень люблю. Я не люблю холод. Я люблю, когда тепло, жарко, лето, солнце. Но вот осенний уют я люблю. Поэтому с удовольствием почитаю ваши комментарии, что вы планируете ли вы вышивать что-то осеннее, что планируете вышивать, чем вдохновляетесь и какие вам мои работы, может быть, понравились, запомнились и вдохновили вас на какие-то тоже, может быть, осенние старты. И увидимся уже в следующих сериях с каким-то моим прогрессом, в том числе и по осенним работам. Большое спасибо, что были снова со мной. Надеюсь, вам все понравилось и было интересно. Обязательно оставляйте ваши комментарии. Всегда с удовольствием их читаю. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok